Ну, я расскажу о представлениях схоластов о бытии одним из, кстати, его доктором называли, учителей-схоластов, был Фома Акринский. Значит, бытие в представлении Фома Акринского это, или по-другому, томизм, одно же официальное учение католической церкви. Бытие в представлении Фома Акринского это чистое существование или чистое бытие. В каждом из нас, вот прямо перед этим мы об этом говорили, о существовании, вернее, слушали, в представлении Фома Акринского в каждом из сущих бытие и существовании присутствует как свойство, а само существование само по себе, вне сущих, это и есть бытие. Или по-другому, бог евреев, Егова. Там в книге бытия, там история, наверное, всем известна, когда Моисей оказался, по-моему, на горе Синай, да, и разговаривал с кустом горячим. Ну, Егова ему предстал в виде пламени. И когда произошло, когда он передал ему заповеди... Скрижали. Ну, скрижали они потом сами, по-моему, сделали. Не скрижали он им передал, просто заповеди и все. Да, Моисей вполне справедливо задумал вопрос, а приду я к народу своему, и меня спросят, а в кого это? Ну, кто... что за инстанция заставляет нас следовать этим заповедям? Ну, там, на самом деле, он не заповеди дал перед первым разговором, а он просто просил обратиться к народу, что, дескать, и напомнить народу, который его забыл, что я ваш бог. И там, собственно говоря, самих заповедей, вот этого десяти, или там, скольки туда ни было, их не было. А была, собственно, вот эта единственная первая заповедь, что я бог ваш. Да, и кто... Никто друг, кроме меня. Да, и он... Вот после этого Моисей спрашивает, дезонный вопрос, как тебя звать? И тот отвечает, он тут отчасти. Сущий, и когда пришел Моисей к народу своему, он рассказал, что вот, наконец-то, мы обрели Бога, как-то Игорь Николаевич поправил. Вот, и Бог этот сущий, но там, по всей видимости, у них в племени еврейском был филолог, вот, и после недолгих размышлений он осознал, что сущий – это от глагольное существительное, от существовать. Вот. То есть, Бог евреев – это чистое существование. Существование само по себе, но по-другому еще шар Променида. Ну, и напомню, там, Променид, по-моему, раньше был, да, чем... Существо. Чем описываем... Мы ищем, если пораньше. Мы ищем раньше, да, века так четыре, да? Ну, четыре, не четыре, но точно раньше. Ну, не важно. Нам же это не важно, кто как это было. Ну, просто Бог... Вот, и в представлениях схоластов бытие есть вот это самое чистое существование, или Бог евреев. Ну, да. То есть... Который, опять же, Променид, когда Променид заявил, что бытие есть, а небытия нету, чем и определил судьбу западноевропейской цивилизации, выбросив небытие вообще, он подложил очень большую бомбу под христианство, поскольку дальнейшие размышления о бытии привели Авероиса, ну, и многих, ну, это Ибн Рух, по-другому, это Толецкая школа перевода, это когда от Мавров была освобождена Толеда, где-то в 1080-й год, в руки европейцев тогдашних попало 70 тысяч томов в библиотеке. Вернее, 70 тысяч наименований, по-моему, так. Даже вот не 70 тысяч томов, а 70 тысяч наименований и вся книга. И в то же время в Европе было всего лишь 80 наименований книг. То есть, представляете, что рухнуло на Европу. И все эти книги надо было переводить. И возникла Толецкая школа перевода, в частности, точно так же попала в Западную Европу в переводах и Аристотель. И, собственно, возник по-моакрински, как реакцию на появление в Европе аристотилизма. Ну, поскольку осумысливаемый евреями бог Иегова, как чистое существование, являлся... Нет, у меня больше вопросов нет. Бесконечным понятием. Почему, если оно было с чистое бытие, почему, ради этого бога, надо было делать обрезание? Ну, это я не знаю. Я говорю о бытие, а не об обрезании. Ну, это последнее основание, понимаешь? Ну... Обрезание — это же просто... как сказать... знак того, что было заключено за это. Ну, там, радуга еще там. Не, ну, может, на практике его не до конца выполняли. Вот что. Когда Селиванов дошел до самого конца... Просто сказать, что именно ветхозаветный бог есть бытие, как бы, это, по-моему, все-таки не очень много сказать о том, что такое бытие. А я и говорил, что... С другой стороны, вот это все весь этот великолепный еврейский эпос имеется до пятикнижей Моисея, свести и начать интерпретировать в качестве одного слова, своего человека интерпретировать из одного слова, какого-то филолога, что еще, это кажется такой невыносимой натяжкой, что дальше ехать никуда. Такое ощущение, что попытались в еврейский эпос имплицировать интерметрическую модность. Да. Это так и делали. Сначала полтонизма, из одного слова. Ведь это же действительно нелепо выглядит эта ситуация, когда чистка и быть бытие почитают тем же стипотом, что все время делают обрезания. Ну, я здесь же есть бог Авраама. Я здесь тоже связи не вижу, я вижу только Иронию. Исаак и Яковат. Это не тот самый бог, который является сущим. Нет, ну просто можно ведь как понять эту ситуацию? Вот можно искать разные причины, почему там, допустим, нужно делать обрезание. Вот. Или что-то другое делать. и причина может быть каким-то сущим, там, допустим, ну, не знаю, какой-нибудь сальт, там, скажем, так надо делать. Или там, не знаю, дождь пошел, и поэтому надо копать, и так далее, да? Вот. можно искать причину в другом сущим. А можно искать причину существования. Вот почему там сущее существует? Потому что оно существует. Его последней причиной существования является само существование. И обрезание делается, потому что оно делается. Это такое объяснение, как бы, такое основание существования, является таким основанием, за которым уже ничего не может стоять. В этом смысле это, конечно, как бы последний аргумент. Не, ну, евреи еще рассматривали, тут важно, заметить, что евреи рассматривали своего бога как личность, или наделяли ее... Да, это личность ничего только не делает. Она казнит, милует, истребляет города и так далее. И опять говорить по поводу того, что это есть некое чистое бытие, что это некое иссущее, ну, кажется, опять натяжкой бюрофердной. Натяжкой моей, или натяжкой... Натяжкой моей... Конечно, традиции, интерпретации христианства на основании полтонизма и эрисоциализма, и вообще греческой мудрости. Не только христианства, и ирдоисты. То есть, это так называемые отцы церкви. Ну, которых, по большому счету, я, например, читал более-менее плотно только святого Дионисия Арифагита. Вот. То, значит, они каким-то образом попытались неоплотанизм претенцировать в еврейский образ. Ну, это им удалось, не удалось. На мой взгляд, ситуация была совершенно безнадежная. Но она была удачна. Почему? Потому что за спиной стоял мощный рекрусивный аппарат. Ввиду, например, того же Константина Руна-Апостольного. Ну, и продолжим теперь о личности. О личности Иеговы. Он же бытие. Поскольку личность ему приписывались свойства. Причем эти свойства бесконечные понятия. Это, значит, первое, все это полнота могущества, причем актуального всемогущества. То есть, это то, ничего, ничего нету. Которому прибавить уже нечего. Это там предел. Первое, это полнота могущества, полнота всеведения, то есть, отдает себя отчет в том, что он делает и последствиях своих действий. А о действиях еще тут большое замечание. И третье, это полнота благости. Бог евреев все благ. Ну, и очевидно, почему. Он покровительствовал евреям, он даже целый ряд, через целый ряд чудес прошли евреям. И вполне естественно, они своего покровителя, для них же это благо, они его признали всеблагим. Ну, далее, потом, проделав несложную операцию негации логическую, противоположность бытию есть небытие, причем, поскольку чистое бытие бог евреев и егова есть бесконечное благо, абсолютное благо, зло. противоположность бытия небытие это абсолютное зло. И тут попали в ловушку. Потому что как только с аристотилизмом познакомились, до этого не осознавали, что такое бесконечное, актуально бесконечное. Ну, в платонизме такого просто не было. У аристотили тоже нет актуальной бесконечности. Что? Нет у аристотили актуальной бесконечности. Он считал, что оно невозможно, но понятие такое актуально-бесконечное у него было. Понятие было, а что-либо актуально-бесконечным быть не могло. А бог евреев стал таким. Он другим и быть не мог. Потому что он творил из ничто. То есть, ничего не было, кроме чистого существования. Бог евреев творил из ничто. по всей видимости индийская традиция была известна и китайская. Приходили же волхвы оттуда с востока. У них там все намного проще. Там и бытие есть, безусловно, Но такого высказывания, как у парменида, там для буддистов оно непонятно. естественно, небытия нету. Но и одновременно, поскольку оно небытие, одновременно оно не не есть. Вот небытия и нет, и не нет. То есть, нельзя сказать, что его не есть. Вот одновременно. Но значит, то есть, это абсолют у них был по-другому. Ну, абсолют и бытие, и небытие, и небытие они рассматривали как всевозможность. Ну, хаос, всевозможность и небытие это торжественное понятие. Как только парменид объявил, что бытие есть, а не бытия нет, мы получили европейский логос. Тут же. Ну, и теперь значит, в какую ловушку попало определение бытия, исходя из высказывания парменида, что небытия нет. Как только попало в оборот текст Аристотеля, ну, представьте себе, бытие, конечно, не нарисовали бесконечное понятие, но тем не менее. Вот, такое бытие, вот, значит, для того, чтобы, ну, и поскольку оно совершенно, бесконечно совершенно, ему добавить нечего. Соответственно, чтобы мы от него не убрали, вот, если мы из бытия что-либо из имя, из совершенного, оно тоже станет несовершенным, или не полностью совершенным, что с Богом быть не может. Вот, ну, а что такое творение тогда? Тогда Бог евреев творить не может. Вот, пришли к такому выводу, аэроисты и вообще, ну, многие многие участники клуба переводчиков Толеда. Поскольку для того, чтобы, ну, Бог, во-первых, он существует вечно, потом он совершенен, для того, чтобы у него возникло валение на творение, в него должно было произойти изменение. Ну, а что есть изменение? Это отдача части себя, пускай она бесконечно мала. Чему? Ну, если есть только бытие. Небытию. И это еще не беда. Потому что восполнять эту часть, утраченную и отданную небытию, надо было тоже из небытия. Но поскольку Бог евреев и Егова или по-другому бытие всеблагая сущность и есть абсолютное благо, а противоположность ему небытие это абсолютное зло, то Бог евреев не мог быть закрязнен ни в коей мере, будучи абсолютным благом, ни одним, ни малейшей частью небытия. и таким образом небытие представления овероистов не могло творить. То есть это было такое пассивное начало. которое которое у парминида бытие неподвижно бездрожно у всех неподвижно и у него не может возникнуть валение на творение не говоря уже о развитии собственно почему говорят что нет два бытия есть только равно ничего больше да и оно не отделимо у него нет структуры это только вот это чистое бытие или шар парминида но парминида шар только потому что интуиция античная она все конечно хотя казалось бы если она полнота возможностей я бытие я полнота возможностей могу и не быть ну вот в Индии у них полнота возможностей все возможности это хаос или небытие и собственно вот перед этим мы говорили откуда все берется откуда сущие берутся вот до этого тоже я когда рассказывал о том что нет никакого космоса я там сделал ошибку ну сонательно что все это не заводить да на спор не выводить я когда говорил что в состав сущих попадают сущие жестом бытия посев вот а изымаются они жестом бытия жатва но в небытии не может быть валения не то что на творение сущего одного из сущих нового появилась правая машина ну вот точно так же у него не может быть и валения на изъятие его из состава сущих любого сущего потому что она должна для того чтобы возникло это валение у него должна сначала возникнуть пустота бог бессилен ничего не может ну вот так вот получается а героисты его главное что он же бог в схоластике он не может изменяться не только потому что от него что-то будет или прибудет а потому еще что он потеряет свою автальное бесконечность потому что вечен как бы не во времени а рядом со временем он как бы находится в древнем не было твариф он как бы он мог измениться ему не в чем изменяться то что во времени он может измениться а он же как бы стоит вовне творчество понимается никак твариф это не изменит ну а это из них может такой создать здесь-то мы как бы говорим про изменения про то что это мы его можно говорить потому что я поясню просто проще и если если бог творец индусов был только бог минусов ну точно так же как и в монотеизме был только бог а кроме бога ничего не было бог индусов он поскольку ничего не было но возникло у него валение на творение и поскольку у него ничего не было он создал вселенную мир и себя да он взял из себя ну как это манифестировал но у них и религий называется манифестационизм и собственно их религию нельзя называть это пантеизм во христе они же не случайно это и вы к вам почему в христианстве поменьше в исламе и иудаизме намного больше такие ограничения на вкушаемые там раздойные копыта с чешуей рыба посмотрим посмотрим на китайскую кухню там чуток не едят пауков все хорошо все как поскольку все создано из бога бог определил по определению все благ да то отравиться ничем нельзя то есть можно всего и не случайно там по инду плывут трупы не догоревшие но тупина не хватает на сандаловое дерево но тут же омовение принимают только не выйти помоган гида святая река но то есть у них это все запас сочетается потому что все сущее есть часть бога и во всем сущим есть бог ну собственно поэтому у них нету греха и зла как такового и зло воспринимается как дефект оптики то есть я мне плохо не потому что это таков мир ну а потому что они достаточно просветлен что поэтому кстати поэтому индия настолько неподвижно у них революция невозможна потому что у них проект преобразования мира то есть переводы его и состояние неблагости состояния борисом индивидуально связано с трансформации собственного сознания ну так мне кажется понятнее но скорее всего евреи это знали что есть такой бух-бух манификационизма бог творящий из себя вот они решили сделать бога еще более сильного бог евреев сильнее он творил из ничто бог манификационизма творить из ничто не мог поэтому не говорите себя а бог евреев оказался способен творить из ничто творить противоречия нет никакого противоречия нет поскольку они что же актуальны всевозможные творить из того чего не не по определению бог может все это определение бог всемогущий если нет не что есть это значит что есть два бог не жены это не что это начать что бог он не бог он просто нечто относительно относительно этого не что которые тоже также есть из которого он творит поэтому бог еще раз можно это абсолютно и не может ни с чем соотнестись бог творящий из ничто соотносится с них могли его ничего нету не он не соотносится с ничто он должен сначала ничто сотворить что то чего нет это полагается как есть либо как-то точке зрения нет становление из ничто стал все то есть это что на момент творения и на что первое не было не было а на что ну это говорю что это не что из себя нет это вот как бы считается позиции более сильные позиции бог творит нашу какой-то не что из него сотворить сильный позиции более сильные не что есть всегда но его нет то есть его нет но она всегда как бы рядом и что мне не есть вот так вот ничто не не может как угодно и что и его и нету его я но не не есть но когда мы говорим о богословии мы не можем так чтобы мы даже как бы это ничто каким-то существо безусловно как я сейчас высказал коробки может творить а из него ничего не сотворено и ведь мы говорим про иудейского бога и вот вся фишка то в том и состоит что иудейский бог не творит из чего-то он не из чего не твои не из себя не из ничто он просто сотворил и его акт сотворение произошел как бы в пустоте вот если пустота это пустота это она может быть между между вот вот это вот пустота я понимаю поскольку здесь все слова я понимаю поскольку здесь все слова плохие и то что ты что делать но постараюсь более аккуратно вот этот замечательный индийский бог он сотворил из себя почему он имел эту во мне потому что насколько я понимаю индийский бог сам по себе есть как бы собрание всех возможностей и поэтому он может эти возможности реализовать и таким образом из себя сотворить небо землю вообще познать себя в итоге да совершенно верно то есть существование по познанию бога и это в сущности еще одна форма такого соотношения как как тот был известный древним греком у них правда была оппозиция был бог демиулка был некоторых хаос но хаос в сущности это ведь тоже что такое все возможности это все возможности всего лишь вот эти все возможности демиулка берет и упорядочивает переводит в состояние к состоянии космоса у индусов как бы эта ситуация схлопнута то есть сам бог представляет из себя все возможности это такой демиулка не вам и существование бытие там и не бытие одновременно он же хаос и все возможности бытие не есть хаос хаос это очень понятно понятно что хаос это плохая форма выражения небытия более точная как ты скажешь вот это нечистая возможность небытие это просто небытие ну это не невозможно важно что как бы иудейский бог и детский бог он творит нет и вопрос его творение невозможно поставить из чего он поставить невозможно его акт творения таков что он не имеет начало не имеет причина не имеет предшествия они не пришли не в материале не в каком-то там причине там намерение там не знаю обстоятельства дальше наверно не обосли обусловлен ничем в том числе и как бы материально строго говоря я думаю что богословию это не нужно но строго говоря богословие должно было бы утверждать примерно следующее что сначала еврейский бог сотворил возможность а потом из этой возможности сотворил все остальное но просто богословие не считает нужным это уведена нераздельная не сиянная троица бог творил логосом богом сыном иисусом христос но это же бог собой вернее как можно сначала вернее там начала не было иисус сначала дух нет даже не знаю как это выразить но в католицизме православие откуда христос из духа а в католицизме у них вся троица это да она везде изначальные православие и в католицизме но в католицизме они равны друг другу бог отец бог слова и святой дух а у нас значит святой дух нельзя так скажу создан но следует из бога отца они ему наследуют иисус христос логос то есть а субординационизм на самом деле равночестные равночестные ну так равночестные никто же не спорит что если явные и на меня субординации не живем не раздинации нервы есть есть тем не менее одобренные возможности да каковы эти различия в чем из замкнутого круга монотеизма иудеев с их богом в той в том представлении которые имели эраисты о том что будущее совершенно но это логика да это все просто но здесь тоже мы попадаем в ловушку поскольку до творения было только бытие чистое существование какой же логики не было логика она тоже сотворена а мы все это обсуждаем в рамках логики насколько во первых корректно рассуждать о нельзя сказать о событиях дотварных но как это лучше говорить там и не события и есть как по-моему это как раз может быть даже фома аквинский отвечал так или это декарт изучал на этот вопрос классический может ли бог там поднять камень который держит и самому ответ очень послcalled урожен не нет такой теперь уже не теперь уже не то есть может быть акт творения он вот вы говорите про логику да что ее как она она не предшествует акту творения на творить вместе со створим то есть может быть теперь уже да вот этот вопрос как он действительно ставить ступейку он там стоит он вами человеческая свободно он создал ее на тем не менее понятие не может не может и противоречить вот но до арика релищу аж вызвали не до не смысле времени время творится вместе с актом творения важно что теперь уже нет могу не кончила реческой свободы бог допускает не который завел и бросил и ушел там умер но это так если говорят теперь уже теперь уже нет мог сказать низши они как не дико ну а мне в принципе больше не сказать ничего всего я дошел до схоластики до фомы аквинского и мое предисловие то было без камеры что я готов рассмотреть начало осмысление начала осмысления человечества бытия я не думаю что как бы иудеи понимали что то быть я говорю амиаквинского нет а как бы я думаю что все таки как бы принято что быть и это вообще осмысленно конечно только у греческой философии и никак никаким образом никакие иудеи там никак не могли бы это осмыслить много чего бы не хватило для души это осмыслит мне кажется заслугам аквинского состоит в чем когда появился инструмент аристотилизма то есть как раз собственно олег михалыч говорил что предметом философии является бытие да насколько я помню то же самое предметом религии является бытие бог евреев вот это я точно помню но еще есть одно определение философии предметом философии является философии есть мышление бесконечных понятиях любых так любое понятие бесконечное почему потому что понятие не ограничивается в пространстве времени все что не ограничено пространстве времени мы называем бесконечным не актуально бесконечно но попросим дела математика это не философия она точно также мыслит там разными понятиями любое понятие математическое понятие тогда это определение не подходит под определение философии а здесь говорится о том что это вот какое-то определенное которое потом то есть мышление конечными понятиями это обычно наука понимаешь а есть мышление бесконечными понятиями это философии так вот эти бесконечные понятия посвали вместе с библиотекой толедо это понятно понятие бесконечности и не бесконечные понятия актуально бесконечные понятия это по и китайской конечный дисканический сайт сон свою свою противоположность ну да но бесконечности то что включает себя и конечно и свою противоположность ну карта на этом с ума сошел он делал да ну да это множество всех может которые должно включать обновременно и само это множество и вдруг съехал как он не поэтому не поэтому известная история он просто был человек больной и съезжал неоднократно в дурку но в те моменты когда так сказать его отдыха ложа вот он нормально работал в теле множество это известное 5 ну грели и вот ну так вот как только до 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 захвата библиотеки толедо и наследие аристотилизма европейцами вопроса о бытии не возникало все было очень просто как только аристотилизм попал в европейский оборот тут же возникли вальденсы альпигойцы духоборы умилые то есть дуалистичные секты ну те же самые это националы хвостов но это общепризнанное это такое академическое утверждение что история там средневековой философии это история того как привить античную философию на как бы на тематику христианство как мыслить как бы всю христианскую проблематику в том числе бога христианство вот в этих вот этих тем категории и пути не да и путь к этому осмыслению шел через сажение 204 человек бегается в замке мансийюр ни один не отрекся от своего дуализма ну все смерти приняли ну и бесконечные казни там на юге празднуют на юге франции вот и все это было связано вообще появление дуализма вот и и только с этим только с попадает с проникновением аристотилизма в оборот европейской мысли уж как это осмысливали арабские мыслители ну ты бон сина там первоисточники сложные я даже не знаю можно ли говорить про европейскую мысль до как бы до возвращения аристотилизма вот они вполне хорошо освоили но вся патристика на полтонизм по моему этому смысле монетный дуализм это две логические возможности как бы вот так в истории искать что еще были они появлялись это же чисто случайно но собственно учением подчинила одно либо два вот что интересно там где два там и бесконечно рациональное учение амбтии возникло только с приходом получением европейцами наследие аристотилизма как только к нам попало но не к нам к ним к нам до сих пор не попало потому что мы грибы едим на самом деле это же вот эти мешают практике это нас нам не мешает это наследие манифестационизма ну там двух русских это тут это и не совсем абсолютно и совсем не бог и иголы не случайно у нас бога отца не особо жаловали а вот иисус христа и николай угодника полной мере и опять же то же самое не случайно что ньютон нашли его рукописи не знаю насколько они подлинны он там утверждает что христос не нужен достаточно только иголы вот так в чем разница между нами в его 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 каучем комиссии чем комиссии ньютона он же и богослов том числе вот его его он отрицал христа а русские не то чтобы отрицают ну по поскольку мы подключены к нибудь и его ну иначе бы грибов не ели но в европе считаются грибы это ну там нельзя только трюфели да и ту аристократа это выродки ну а вообще грибов там не едят это последовательное забвение угасание религии скорее всего с этим связано да нет все такие не лягушек нельзя есть все и все такие выводы на самая хорошая тема это как бы это аргумент все такие темы можно в одну сторону культурологии можно в другую все это так вот это ни чему короче потому что если нет логической какой-то схемой то все это превращается просто как бы какое-то культурное мероприятие действительно не надо признать что есть некого рода противостояние между монизмом да и дуализм нему ты из но это монотеизм это монизм смысле одно начало а мы просто едим качестве еды в общем разница поэтому мы не дождейственные для них грибы понимаешь духовная практика самая соборазумеющаяся ну просто едим и все так грибы это самое главное темно про грибы рассказать что ну про грибы надо было не про бытие рассказать как народ-то записал не надо было про грибы наоборот надо было про грибы рассказать они это сразу надо сказать я скажу про грибы я так и назову главное провести подвести в ключевую тему неожиданно грибы высочетать а нам бытие это не тянет да про грибы нам не понимать я только раз рассказывал помню про грибы как наши пусины все время это же было уже понимаем давайте следующей порции я еще больше тумана добавлю все очень просто в эту ясность еще туман туманчика подпущу маленько